Привет, друзья! Сегодня я расскажу об испанском триллере 2022 года под названием «Добро пожаловать в Эдем». Крупная компания заманивает несколько популярных блогеров на необитаемый остров якобы для пиара нового энергетического напитка, но на самом деле цели корпорации совсем иные. Молодая девушка приходит в себя на острове и пытается найти свою подругу Юдит, но вместо подруги она находит бутылку от фирменного напитка «Блю Эдем», и в памяти всплывают фрагменты минувшей вечеринки. Два дня назад блогерша Зоа получила сообщение с незнакомого номера, в котором Аноним выслал видео-анонс проекта «Эдем» – вечеринок, которые устраиваются на райском острове для молодых людей. В это же время за несколькими мониторами сидит Майка, которая с огромной скоростью просматривает тысячи страниц, подбирая кандидатов. Нераздумывая, Зоа согласилась, но несмотря на правила, она пригласила с собой подругу Юдит. Приехав по указанному адресу, девушки засомневались – место напоминает больше заброшенную промзону. Но заметив еще одного участника – Альда, подруги немного расслабились. К компании подлетает дрон, и покружив вокруг, он приглашает участников за ним. Дверь гостям открывает парень в балаклаве, но это никого не останавливает. Альда подходит к одному из таких же, как он, надеясь узнать какую-то информацию, но никто ничего пока не знает. Вдруг в помещении гаснет свет, и всех приглашают пройти к автобусу. Блогеры начинают зажигать, как только оказываются внутри автобуса. Дождавшись последнего пассажира, Чарли, автобус трогается, обещая тусовщикам незабываемый отдых. Двери открываются уже на рассвете, и нетрезвые участники выходят на берег, где их ждет катер. На входе всех гостей проверяют, заставляя оставить телефоны. Блогерша Африка пытается пронести с собой мобильник, но охранник останавливает ее, сказав, что исключений не будет. Когда подходит очередь Юдит, охранник сразу выясняет, что ее не приглашали, и Зоа отказывается ехать без подруги. Но спустя несколько минут охранник получает команду пропустить обеих. Судно отчаливает, и компания молодых и веселых отправляется в захватывающее путешествие. Майка и Астрид продолжают рассматривать фотографии участников, готовя для них какое-то странное испытание. Подружек будет радостный крик с верхней палубы, и поднявшись к остальным, они видят, что катер подплывает к острову. Участников острова проверяют на наличие телефонов и надевают им браслеты, которые издает звук при застегивании. Когда очередь доходит до Юдит, ее браслет не издает характерный писк, и она просит его заменить, но администратор отказывается. Вечеринка на пляже начинается, и подруги заказывают самые крепкие коктейли. Африка, решившая, что она смогла обмануть всех, отходит в сторону и достает из сапога телефон. Ночью на сцену выходит Астрид, основательница этой вечеринки, которая объявляет, что те, у кого светится браслет, получили отличную возможность попробовать Blue Edem, энергетик, который выпускает их фирма. Все это время Ибон сидит поодаль от основной тусовки, и когда его браслет начинает светиться, парень прячет его под рукав. Но это не помогает. Девушка приходит к нему с бутылкой энергетика и находит нужные слова. Одна из работниц острова слышит, что бармен Френ не дает клиенту энергетик, и уладив ситуацию, она вместе с коллегой загоняет Френа в угол, напомнив ему, что это уже не первый раз. Только вот теперь за свое упрямство парню приходится заплатить. Юдит пытается найти подругу в толпе. Девушка идет в палатку администрации и случайно становится свидетелем наказания Френа. К этому моменту все, кто попробовал энергетик, в том числе и Зоа, начинают терять рассудок. Юдит бежит к парню, с которым у нее готовилось свидание, чтобы рассказать об увиденном в шатре. Но молодой человек явно собирался заняться чем-то другим, и пригласив еще одну подружку, он быстро отвлек ее от переживаний. Под действием энергетика Зоа доходит до утеса, с которого собирается спрыгнуть, но ее вовремя останавливает молодой незнакомец. Обсуждая с Эриком пятерых участников, которые должны остаться, Астрид предлагает сделать ставки. Ее друг ставит на Зоа, уверяя, что девушка очень сильная, а сама блондинка ставит на Ебона. Проснувшись на краю, Зоа пытается что-то вспомнить, и в поисках Юдит она находит пустую бутылку от Блю Эдем. На крик девушки просыпается Чарли, но не Юдит, ни остальных Зоа не видит. В ангаре девушка находит Африку, и в итоге на пляже собирается пять человек, которые совсем не понимают, что происходит. Снова появляется дрон, и компании ничего не остается, кроме как идти за ним. Путь оказывается не близким, но в итоге ребята стоят перед Астрид и работниками с вечеринки, которые приветствуют их в Эдеме. Пятерки оставшихся говорят, что катер с остальными гостями уплыл. В какой-то степени это правда, только вот парню на катере, который заметил, что не хватает несколько человек, тоже вешают на уши лапшу, объясняя, почему они не могут вернуться за ними на остров. В то же время Френ, бармен с которым были проблемы, пытается спрятаться в пустынной части острова, но на его поиски отправлено слишком много людей. Основательница Эдема рассказывает гостям о том, как они живут на острове, и обо всех его заманчивых плюсах. Здесь организована некая коммуна, в которой живет порядка 50 человек. Все они трудятся и вносят свой вклад в светлое будущее, но чем конкретно они занимаются, Астрид не говорит. Ева находит под одним из камней Френа. Несмотря на их дружбу, девушка помявшись свистит свисток. Четверо друзей из пятерки в восторге, и только Альда подозревает, что все это как-то неправильно. Забыть на острове людей после вечеринки, на которой все сходили с ума из-за энергетика, немного подозрительно. Гостям говорят, что уже завтра за ними прибудет новый катер, а пока они могут поселиться в одном из модулей и отлично провести время. Как только компания уходит, основательницы докладывают, что проблема с Френом решена. В городе младшая сестра Зоа говорит отцу, что сестры нет дома с пятницы, но занятый личной жизнью мужчина пропускает эту информацию мимо ушей. Ребят селят в отдельные модули. Зоа и Чарли везет больше остальных. Они оказываются соседями. Девушка заходит в свой домик, где уже обитает подавленная и грустная Клаудия. В этом же домике живет и Николас, парень, который спас Зоа, когда она собиралась прыгнуть со скалы. Альда не может успокоиться, требуя, чтобы ему объяснили, что произошло, и вывезли его с острова. Одна из девчонок, оказавшихся с ним в комнате, предупреждает, что у них не принято задавать столько вопросов. Но Альда не намерен сдаваться, особенно после того, как ночью он увидел. Соседка, подойдя к стеклянной двери, изобразила странный символ руками. Дождавшись, когда все уснут, он пытается сбежать, но как только он оказывается на улице, его начинает преследовать дрон. Утром у гостей берут анализы, ссылаясь на то, что заразу с материка сюда бы впустить не хотели. Ребятам выдают форму и сообщают, что вернуться на Большую Землю пока невозможно. Погода не позволяет катеру плыть. Чарли осваивается и замечает Клаудио, с которой пытается заговорить, но девушка убегает, не ответив ни слова. Зоа тоже пытается с кем-то познакомиться, и, заметив парня, с которым Юдит была на вечеринке, она пытается его догнать, чтобы узнать, куда делась ее подруга. Но странный житель общины идет в отказ, уверяя, что он не знает ни какой Юдит, и Зоа его с кем-то путает. И Бон снова видит Альму, девушку с пляжа. Она пытается втереться в доверие к парню, обещая ему помочь справиться с семейными трудностями. Альда все еще стоит на своем, и угнав машину, он пытается сбежать, но за ним тут же отправляют погоню, выставив все так, будто это какая-то игра. К вечеру уже и Зоа начинает тосковать по дому, поделившись этим с Николасом. В этот же момент Габи, ее младшей сестре, приносят коробку, якобы оплаченную Зоа. В лагерь Зоа возвращается как раз в момент награждения Евы за бдительность и преданность братству. Отличившаяся имеет право выбрать того, кто будет выступать на церемонии, и она выбирает Зоа, которая должна рассказать о себе. Пока девушка откровенно вспоминает какие-то мелочи из своей жизни, ее сестра Габи с грустью смотрит на свой именинный торт и читает сообщение от сестры, в котором та просит ее не искать, чтобы она могла побыть некоторое время одна. Астрид проводит с гостьей какой-то странный тренинг, после которого все начинают обниматься, и пока вообще не царит любовь, в пустой квартире Габи мучается от обиды, что ее бросила еще и сестра. Ночью Зоа просыпается от того, что в окно за ней наблюдает мальчик, которого до этого она тут не видела. Компании сообщают, что погода наладилась, и катер скоро сможет увезти их домой, но Альда не верит обещаниям, считая, что их дурят. Габи звонит матери и просит помочь найти сестру, но пока девушка там бьет тревогу, сама Зоа отлично проводит время. Николас приглашает ее покататься и заняться дайвингом. Мать Зоа перебирается к Габи, несмотря на запрет приближаться к дочерям, но помощи от нее мало. Она считает, что старшая дочь просто где-то гуляет и скоро вернется сама. В столовой общины жители обсуждают насущные дела, после чего все собираются на том же месте, где вчера выступала Зоа и Астрид. Основательница снова внушает подопечным, что всем, кроме нее, на них наплевать. Она также объявляет, что их гости скоро уезжают по домам, и в честь этого на закате они проведут очередную вечеринку. Молодые люди спешат подготовиться, выбирая наряды из того, что им предоставили, и только Альда напряженно ждет отплытия домой, предчувствуя, что все будет не так просто. На открытии вечеринки Астрид просит и Бона сыграть на фортепиано, и пока все отвлечены этим, Альда выкидывает браслет и пытается выбраться. Чарли знакомится с Майкой, местным диджеем и техническим гением, которая следит здесь за всем. Уговорив ее поставить ритмичную музыку, парень и сам не понимает, как снова переходит на энергетики Блю Эдем. Астрид находит Африку, которая ушла на берег, устав от бесконечных вечеринок и жизни на природе. Основательница приглашает девушку с собой, и это замечает Альда, который решает проследить. Чарли пытается познакомиться поближе с Клаудией, но девушка произносит фразу, которая пугает гостя. Она говорит, что никто из них не выберется с острова живым. Пока Астрид и Эрик вешают на уши Африке лапшу о своих глобальных планах по спасению мира, Альда пытается пробиться к катеру, и ему это удается. На рассвете Зоа, так и не отдохнув, гуляет с Николасом по пляжу. Прощаясь, девушка решает оттянуться как следует, и у них случаются радости. Альда просыпается в трюме и, выбравшись наружу, видит на катере одну из девушек с острова, которая жестко наказывает парня за побег. Спустившись к завтраку, Африка узнает, что она накануне дала согласие остаться в Эдеме навсегда, но она ничего не помнит. Девушке подсовывают контракт, но она соглашается подписать его только после изучения. Зоа просыпается на пляже в объятиях Николаса. Несмотря на то, что между ними случилось, девушка намерена попасть домой, хоть и обещает приятелю, что еще вернется. Габи не перестает просить о помощи, понимая, что с сестрой что-то не так, но все вокруг, в том числе и мать, уверены, что Зоа вернется. Но приятель семьи, Коб, увидев, как переживает младшая сестра, все же передал информацию в участок, чтобы как-то успокоить Габи. Зоа собирает друзей, напоминая, что скоро за ними придет катер. В комнате Альда девушка узнает, что он не приходил ночевать. И Бон со своей новой подружкой приходит на прием кастрид, и парень сообщает основателям, что он решил остаться на острове. Парню также подсовывают контракт, и в отличие от Африки, он сразу ставит свою подпись. Николас сообщает Зоа, что никто не может найти их приятеля Альда. К этому времени Зоа уже знает о том, что вечером Клаудия сказала Чарли, что они не выберутся с острова живыми, и она сомневается, что они смогут уехать. Но приятель обещает ей быть начеку и защитить подругу. Белль, одна из девушек общины, тоже пытается выяснить, где Альда, и просит о помощи друга, который будет участвовать в поисках. По совету Астрид, Африка через компьютер Майки оставляет сообщение для своей многомиллионной аудитории, объявляя о том, что она уходит из соцсетей. Чтобы как-то помочь блогерше избавиться от тоски, Майка ведет ее на пляж, чтобы развеяться. Габи перерывает вещи в комнате сестры и находит мобильник, который та оставила дома. Приятель Белль, пользуясь своими отношениями с парнем со второго уровня, крадет у него пропуск и передает его подружке. Белль торопится к мониторам, чтобы узнать что-то о Бальда, и выясняет, что парня исключили. Под анкетой Зоа стоит вопрос. Судьба девушки пока решается. Белль видит, как хозяин пропуска обнаружил пропажу, и девушка торопится подкинуть карточку на сено, где недавно веселился парень. На телефон Зоа приходит сообщение от парня, который вернулся после вечеринки в Эдеме. Габи пытается узнать подробности о странном месте, но собеседник не сможет сейчас говорить, а девочке приходится заняться снова сорвавшейся матерью. Отец Иббона тоже начинает поиски парня. Он нанимает немолодую женщину, которая занимается подобными делами. Чарли начинает беспокоиться, но Африка уводит его на собрание, чтобы парень не чувствовал себя одиноким. Но сидя в центре круга, юноша становится еще тяжелее. Астрид выводит его на тяжелый разговор о погибшей сестре. Уже по сложившейся традиции, основательница настраивает Чарли против всех, уверяя, что только рядом с ней есть любовь. На этот раз Зоа не выдерживает и высказывает Астрид все, что у нее накипело за эти дни. Николас уводит подругу и признается ей, что катера на Большую Землю не будет. Никогда. Он обещает ей все выяснить, но только ночью, чтобы их никто не видел. Габи сбегает из дома и едет на вечеринку с Дэвидом, парнем, который последним видел сестру. Зоа спускается с Николасом в пещеру, и он, взяв с нее слово хранить спокойствие, приводит подругу к телу Юдит. Друзья, ну и по традиции уже, продолжение сейчас перед вами на экране.